добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики хочу вас познакомить с алой это моя тоже подписчица которая приехала в город углич для приобретения участка в нашем садоводстве и вы знаете у нее мечта и осуществилась она купила свой участок в нашем садоводстве аллочка можно вам задать несколько вопросов скажите пожалуйста почему вы купили участок ну просто невозможно было не купить такая красота в округе и такая тишина и такие просторы вот просто по сам по себе участок такие просторы не только у меня допустим не только мой участок а вот все кто но имеет участки и какая-то энергетика там замечательно что еще понравилось лес там вокруг или подра и про это и говоря там такой красивый лес вокруг окружает к волге мы не ходили пока но даже вот то что я увидела не было никаких уже сомнений абсолютно так что приезжаете покупайте вы влюбитесь в это место просто влюбитесь на самом деле волгу она вот мы сидим как раз в мулическом кремле я сделала и небольшую экскурсию еще по городу до плюс еще и лично недалеко действительно до проехать буквально четыре километра и в такой вот цивилизация можно оказаться я вот как будто москве сижу весь то есть цивилизованный хороший красивый городок при этом рядом со всем на садоводство у меня все буквально отозвалось внутри какой-то такой теплотой и надеюсь что это будет алла аллочка купила у нас участок 30 соток с домиком которым уже есть печечка то есть 30 соток земли вместе с красивой там сосной там в общем красота я вам обязательно этот участок сейчас осна да сколько чего стоит этот очень не было данные два участка на выбор сосна перетянула сосна даже не только то есть конечно человек выбирает место места у нас очень красивые и вот аллочка приехала и сразу сказал да мне очень нравится тут все я беру то есть мы в этот день же за за все сделали все купили и вот теперь мы гуляем по городу и она любуется у нее сестра прямо обрадовалась что у нее в угличе теперь будет свое место потому что сетра тут было и тоже влюблена в эти места мы уже позвонили она по ватсапу с ней связалась показала где она гуляет вот то есть я после интервью вот этого покажу у вас вам участок который приобрела алла там что там есть какой он и так далее вот поэтому вот приезжайте пока у нас участки еще есть немножко осталось приезжайте и дорогие да и недорогие выбор выбор большой но пока не очень большой нож да 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 по любому по от 20 тысяч и выше вот поэтому я думаю что каждый для себя найдет свой уголок я привлекаю всех с разных областей своих подписчиков которые поблизости находятся приезжайте вот алла у нас ведь и мы в кремле гуляем отдыхаем она приехала с москвы сейчас будет скоро ехать назад следующие выходные она снова приедет но уже с планами по участку дала с замком да уже новым замком уже как хозяйка своего участка яблоки то понравились на участке а да там кстати несколько фруктовых деревьев и одна яблок яблоки да очень вкусно я показать да покажи покажи от 1 я как трофей безу дому вот такие красные яркие даже что это червики ну наверно да ну как бы от побитая яблоко вот так что мы даже угостились яблочками вот участок значит вот этот домик он сделан из пеноблоков и оштукатурен маленький небольшой домик не знаю 4 на 5 ой 4 на 3 либо 5 на 3 вот как-то красавица сосна стоит очень красивая везде окопом участок очень окоп то есть вода не не стоит на участке граничит с лесом сосновым с березками очень хорошо прямо прекрасный участок я любую все время проезжаю надо подкосить правда немножко траву еще она там скошена но не сильно надо бы пониже скосить и будет вообще красота вот такой участочек 30 соток земли он там еще одна сосна стоит вдалеке красавица сосна то есть есть где разойтись разгуляться и сделать красиво все тут можно прекрасно и дом построить хороший большой и пруд выкопать ночью сделать все участок очень хороший и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я сейчас вам покажу еще один участок, который продается Дорога к моему участку Вот сам участок Стоит березки Вот такой вагончик стоит На участке Тут 30 соток Есть щиток То есть в принципе Свет, мол, есть Только подвести их надо к дому Или к вагончику Блоки вот тут какие-то есть Участок очень хороший Он стоит на развилке двух дорог Угловой Но он такой ровненький, аккуратненький Видите, весь скушенный Есть немного плотовых деревьев Есть свой лесочек Из сосенок И березок Можно даже лес этот оставить Ну часть там вырубить Вот остальное Сливы есть Крупные, кстати Сливы, сливы Тут Вот Развилка И там вот выезд уже С садоводства А вот этот участок Очень хороший Прямо Граничит с лесом тоже Там забор есть Все тут сделано Как говорится Заходи и живи И стройся Очень хороший участок Стоимость Участка 60 тысяч Вот Вот такой участок у нас Красивый Привезли лес Чтоб построить сарай Грядочки Дальше До самого конца Что, весь? Дальше посмотрю Вот сложили всю доску Которую привезли За вас рук Эту доску Тут Три куба Брус Правда Немного вывернут Но ничего Мне тут Самое главное Вот эти три пойдут Они более-менее нормальные На Лаге сарая Вот А потом уже Те, которые вывернуты Буду уже там Что-то сочинять Отрезать И уже Использовать Более-менее Ту сторону Которая более-менее Нормальная Те, которые Плохие Уже не буду использовать В общем Буду заниматься В ближайшие дни Главное, чтобы погода Не подвела Строительством сарая То, что я хотела сделать Вот Видите Сад у меня Потихонечку Преображается Где-то уже Все Все приведено В порядок Побелено Гора Увеличивается Веток Жалко У меня нету Ветка Измельчителя Вот этого Я бы, конечно Часть Пустила бы На мульчу А часть Ну или на Подсыпку Где-то Дорожек Ну и пока У меня нету Этого дела Поэтому приходится Вот в кучу Потом это все Сожгу Когда будет Похолоднее Может быть Ближе к зиме Там Чтобы не Не распространялся Пожар В общем Вот Занимаюсь садом Сейчас сегодня Продолжаю То есть Заниматься садом Уже Все равно Уже красота Уже вот эта сторона Практически Вся сделана Осталась у меня Там Груша одна И все И сливы останутся Сливы я Потом буду делать Сначала эту сторону Вот пройду Потом ту сторону Пройду сада Не вот эту А туда В глубине Там ту сторону Пройду Сзади Потом сливы И потом Только займусь Вот У забора Кустарником Там у меня Крыжовник Вишня И все остальное Надеюсь Все таки В этом году Успеть Доделать Конечно Все будет зависеть От погоды И от моих сил Но Планирую завершить В этом году Сад полностью Вот такой станок Сделал Стол Верстак Из верстачков Вот моих Положил Две доски Видите Поставил Циркулярку И все И пилит себе Строгает Тут все Пилит Очень удобно Сейчас Вот Видите Егорка Тут помогает Леша Подняли Провод Немножко Чтобы не задеть Сейчас Приедет Манипулятор Леша Уже две Стены Сколотил Вот сейчас Большие Просто Нам вдвоем Их не поднять Трехметровые Мы еще можем Поднять А вот эти Шестиметровые Они тяжелые Поэтому Сейчас Манипулятор Поднимет Одну сторону Он закрепит И потом Другую сторону Он закрепит И все И все Будет держаться И будет хорошо Да, Леша? Все будет Very good Very good, да Дождь пошел Блин Не нравится мне Что дождь-то идет Игорка едет С ним С ним, да? Да Да Приехал Манипулятор Сейчас Будем Поднимать Стены У Леши Сейчас Сейчас Все Будет Все будет О, первая стена Уже поднята Такая Переодевалась Бега Уже Они подняли Окно-то Такое большое Будет Что ли? 140 130 Вот Вторую стенку Поднимают Манипуляторам Конечно Удобно И нам вдвоем Быть Не поднять Все Семейство Следит за процессом И даже Никита А вот Это самый главный Пошел Пошел Пошла Стена Пошла 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 Стена Пошла 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 Пишет, Лёшка, доску надо укусином вставить. Прибить, чтобы стена ровно стояла, чтобы её не унесло потом ветром. Повыше было укусином вставить. Тяжелая стена, выше надо было вставить. Продолжение следует... Продолжение следует...